Глава третья. Начало. 1987 год. А началось все с писем. Дорогой мой, единственный, на одного тебя надежда, и в тебе одном вижу я спасение. Только ты можешь спасти меня и наше королевство. Именно такими были первые слова книжки, которую я начал писать в шестом классе. Она рассказывала о том, как главный герой получал странные письма от неизвестной ему принцессы из сказочного королевства. Потом случайно туда попал и пошло-поехало. И все это в то время, когда каких-либо книг в жанре фэнтези и фантастики про параллельные миры в СССР почти не продавалось. Максимум, что можно было достать, это Жюль Верн и Стругацкие. Впрочем, книга эта так и не была дописана. Я даже до середины не добрался. Но это и не важно. Важно то, что благодаря этой книжке я в школе подружился с Горшком. Для полноты картины расскажу о нашей школе и нашем классе. Школа наша была только что построена в совершенно новом районе на Ржевке. Часть домов в микрорайоне еще достраивалась. Через дорогу все еще был лес с грибами. А в уже сданные дома въехали люди. Их дети пошли в школу. Случилось так, что в шестой класс поступило сразу человек 130. Что дофига. И нас, недолго думая, разделили на три шестых класса. В класс А собрали всех отличников. Его возглавила самая социально активная и благодушная классная руководительница. В класс Б ссыпали всех хорошистов. Тех, кто учился на четверке и пятерке. И поставили над ними самую образованную классную даму. А в класс В отправились остальные. Всякие троечники, двоечники, хулиганы. 46 человек. Но на самом-то деле тут собрались самые нестандартные и нешаблонно мыслящие личности, которые не слишком вписывались в общую систему образования. Одним словом, там я встретил горшка и поручика. Вы спросите, а при чем тут книга? Мы сейчас доберемся до нее. В новую школу я поступил с третьей четверти, то есть с января. Пришел и стал искать свой класс. Расписание уроков я не знал. На дверях кабинетов табличек с названиями предметов не было. Одним словом, я понятия не имел, куда идти. И тупо обходился три этажа школы, заглядывая во все классы подряд, в надежде найти свой. Что странно, потому как я не знал ни учеников, ни учителей. Так что, кого я пытался найти, не ясно. И вот вижу я, что у одной двери стоит такой штрих в чистом школьном костюмчике, галстуке и с притчей. Явно только что из парикмахерской. Стоит, мнется, боится зайти. Это был поручик. Мы познакомились и зашли в класс вместе, что и определило нашу дальнейшую судьбу. В общем, зашли мы вместе и посадили нас тоже вместе, на Камчатку. Тут надо еще пояснить немного про алгебру и геометрию. Не знаю зачем, но в разных районах города программа изучения математики была составлена по-разному. Например, в Невском районе, где я жил до этого, в первом полугодии проходили многочлены и иже с ними. А во втором функции и прочую такую хрень. А тут было все наоборот. Для меня лично это означало следующее. Когда в новом классе спрашивали уже пройденный имя материал, я мгновенно получал пару. Потому что просто не понимал, чего от меня хотят. В старой школе мы же этого не проходили. А когда они начинали изучать новый материал, я все уже знал. Потому что этот новый для них материал я изучал полгода в старой школе. Иными словами, я самостоятельно изучил полугодовую программу по математике для 6-го, сейчас это 7-й класса, что было нелегко. Во время изучения нового для них материала мог полгода пинать балду, потому что заранее его знал. С той математикой, которую пришлось изучать самостоятельно, помог мой только что полученный второй разряд по шахматам. А чтобы не сдохнуть от скуки за полгода, пока не учили то, что я и так знал, я начал писать книгу. Возвращаясь к книгам. На переменах многие мои одноклассники стояли у окна в коридоре и читали. Тогда читать вообще было модно. А может, просто делать больше было нечего. Интернет и сотовая связь появились гораздо позже. И надо вам сказать, что у горшка дома была нехилая библиотека редких и интересных книг. Дело в том, что его папа не работал в КГБ. Это мне по секрету сказал сам Горшок. И то ли на работе по подписке, то ли еще каким мутным путем. Достал он где-то множество редких и прикольнейших книг, да и уставил ими всю гостиную. Горшок притаскивал их в школу и читал на переменах. Естественно, я у него какую-то книжку взял почитать. А он, узнав, что я сам на уроках пишу, попросил у меня мою писанину. Позже он мне как-то сказал, что его поразил сам факт того, что можно не только читать книжки, но и самому их писать. А мое юношеское воображение Горшок поразил вот чем. Когда я свою толстую тетрадку получил назад, обнаружилось, что Горшок дописал почти две главы. После этого мы какое-то время подолгу шлялись после школы и выдумывали продолжение. И пришли к выводу, что писать интересные книжки так же интересно, как и читать. Мне нравилось писать. Это не было самоцелью, и я не собирался никому ничего показывать. Мне просто нравилось. А когда туда немного дописал Мишка, получилось что-то новое. Другой взгляд, чужая точка зрения, которую можно было критиковать. Но это было что-то новое и свежее. Одним словом, мы решили продолжать. Хотя на деле мы чаще ничего не писали, а просто обсуждали, что там дальше в книжке может произойти. Это требовало меньших сил, а сюжет развивался значительно быстрее. К тому же нас ничего не сдерживало. Раз оно не записано, значит, всегда можно переиграть. Да и чтобы записать что-либо, нужно время. А в том возрасте у меня была масса других интересных дел. Например, играть в пятнашки в недостроенных домах. И вообще.